Было ли у тебя такое, что когда пытаешься посмотреть какой-то влог, интервью, фильм, сериал на английском языке, абсолютно не понимаешь человека? Он как будто вообще на каком-то новом языке непонятном говорит. Такая штука называется connected speech. Носители соединяют свои слова, чтобы у них была вот эта вот беглость речи. Ну, представляй, ручеёк себе. Каждый носитель так делает. Не потому что ему хочется усложнить жизнь любого человека, который учит его язык, но просто потому что так проще разговаривать. Когда мы соединяем близко стоящие друг к другу слова в одно слово, например, когда у нас редуцируется, то есть пропадают какие-то звуки, когда звук добавляется или когда у нас вообще какой-то новый звук появляется в слове. Один из базовых примеров такой connected speech – это тот вариант, когда у нас одно слово заканчивается на согласный звук, а следующее слово начинается на гласный звук. An apple, например. Мы его соединяем, получается an apple. Другой вариант – это когда звук добавляется в сочетание. Например, there is. Our operation is small, but there is a lot of potential. То есть он удваивается. Следующий вариант – это когда пропадает звук т или д в конце слова. Next door становится next door. Most common становится most common. И последний вариант – это когда звуки смешиваются в одно что-то новое. Например, don't you становится don't you. Did you становится did you. What do you say? Вот и все.